Наше доброе утро продолжается и сегодня мы встречаем его с врачами, главный внештатный кардиолог Осия Булатовна Сеилова, а также кардиохирург Кустанайского кардиоцентра Фархат Ашимович Шамшиев. Доброе утро. Здравствуйте. Как ваше настроение с утра? Отлично. Боевое. Боевое. Итак, ну что же, учитывая какие у нас врачи, будем говорить об операциях, правильно я понимаю? Ну давайте сразу же время не теряем, введем в курс наших жителей, какие операции делаются, как можно к вам попасть. Расскажите, пожалуйста, об этом. Здравствуйте. У нас в Кустанайской области, а именно в Кустанайском кардиоцентре, производятся почти все виды операции на сердце. Это, конечно же, аортокоронарное шунтирование, протезирование клапанов, метральный клапан, артальный клапан. Мы оперируем на аорте, все это проводится в нашем центре. Эти операции у нас бесплатно, делаются по порталу. Ну люди к нам приходят на консультацию, мы их смотрим, их обязательно перед операцией мы их обследуем. Вот, потому что перед операцией на сердце важно, чтобы человек был полностью обследованный, чтобы не было противопоказаний к операции. И мы их подготавливаем, потом к себе ложим и оперируем. Подскажите, как вот понять, что у человека проблемы с сердцем, нужно когда обращаться, потому что многие там ой кольнуло и забыли. По каким же симптомам нужно понимать, чтобы к кардиологу идти? Ну это вообще есть симптоматика. Это отдышка, боли за грудиной. Например, если мы говорим про операцию ортокоронарного шунтирования, эта операция делается при стенокардии. То есть это появление сжимающей, давящей боли за грудиной, которая возникает при физической нагрузке, при эмоциональном стрессе. Чаще вот такая симптоматика возникает в возрастных пациентах, потому что с возрастом у нас сосуды забиваются, ввиду нашего образа жизни, факторов риска. Поэтому если есть боли за грудиной, отдышка, снижение толерантности к физической нагрузке, нужно обязательно вовремя обратиться к терапевту, либо к кардиологу. Пройти до обследования, коронарографию, то есть посмотреть сосуды сердца. И далее уже по результатам коронарографии, то есть на какой степени забиты эти сосуды, будут решаться, что делать с этим пациентом. Либо оптимальная терапия, либо если уже все сосуды забиты, мы таких пациентов отправляем к кардиохирургу, и они выставляют показания для оперативного лечения. То есть что я хочу сказать, не надо сидеть дома. Часто у нас пациенты поступают с инфарктом миокарда, потому что думают, ай, пройдет. Если боль появилась, она никогда не пройдет. Если есть какая-то симптоматика, даже такая незначительная, то есть нужно обязательно вовремя обращаться, чтобы потом не было поздно. Бывают такие случаи, когда уже и операция не перспективна, не помогает. Ну вот смотрите, людей много, да, и проблемы с сердцем, наверное, я не знаю, вы как врачи скажете, каждый... На первом месте, да. На первом месте, да. И молодеет. Вот, например, когда 13 лет тому назад я приехала в Кустановскую область и начала работать в кардиологии, у нас возраст пациентов с инфарктами миокарда будет 60-70, средний возраст. Сейчас в этот возраст 40 лет, то есть инфаркт возникает чаще у молодых, то есть мы не удивляемся тому, что, ну, 30 лет инфаркт. А что способствует инфаркту? Факторы риска, то есть мы перестали двигаться, мы едим неправильную пищу, да, психоэмоциональный стресс, загрязнение воздуха, сама наследственность, то есть мужской пол, наследственность. Это факторы риска, которые приведут к инфаркту, ну, к стенокардии, да. А если еще туда добавляется, вот, например, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, стрессы, какие-то сопутствующие заболевания, то у этого пациента инфаркт разведется не в 60 лет, а в 40. То есть он приближает риск неблагоприятных событий к себе пораньше. А вот вопрос, операция проходит под наркозом, правильно? Обязательно. И люди, естественно, уже учитывая возраст, многие этого боятся, что человек не перенесет, да, особенно, ну, вот люди 60-70 лет. Как вот в этой ситуации какие-то, ну, понятно, гарантии тут никто не дает никаких, да, но как-то обнадеживаете людей или анализы какие-то помогают понять? Да, конечно, 100% гарантии никто не дает, но перед операцией мы тщательно всех больных обследуем, выявляем риски. Если риски, конечно, высокие, то мы, конечно, пациенту можем отказать. А если какая-то есть патология из других, ну, из других органов систем, мы сначала эту патологию там лечим, а потом уже берем на операцию. То есть мы максимально минимизируем риски ослаждения, потом уже берем на операцию, и больные это уже знают и, как бы, уже спокойно подходят к этой операции. А можете на сегодня поделиться статистикой? Вот сколько, допустим, удачных операций, например, 100% или такое, или вы такое не говорите? Вы вообще хотите, а какой процент? Ну да, статистика, вот, ну, люди обращаются, 100% операция. Ну, смотрите, статистика бывает разная, ну, как местная статистика, мировая статистика. Ну, местную, давайте возьмем местную. Смотрите, вообще, конечно же, если брать статистику, статистика такая вещь, что всегда есть риски осложнений, риски летальности, и в среднем из 100 операций, конечно, бывают нехорошие результаты. Ну, это почти 5%, считается 5%. От 3 до 5% считается, как бы, что возможно. Да, и в любом случае, естественно, все понимают, что это риски. Конечно, обязательно все понимают. Но, конечно же, мы стараемся все это минимизировать, да, минимизировать, чтобы пациент прошел гладко у нас, хорошо, чтобы он перенес операцию благополучно. Как попасть теперь, вот скажите, операция бесплатная, замечательно. Как попасть на этот портал, чтобы пришла очередь, ведь многие люди не верят и, соответственно, не обращаются из-за этого. Смотрите, мы ведем прием в Кустановском кардиологическом центре, у нас ведется прием кардиохирурга, к нам приходят пациенты, мы их осматриваем. Они должны обязательно принести с собой коронарографию, то есть, если они проходили, обязательно даже принести УЗИ сердца, ЭКГ. И мы смотрим уже на основании данных обследований, мы уже выставляем показания кооперации. После того, как выставили показания кооперации, мы им даем перечень обследований, которые они должны пройти. Они проходят этот перечень обследований, повторно приходят нам на консультацию, мы проверяем обязательно этот перечень обследований. Если там все нормально, то есть, никаких противопоказаний кооперации нет, мы даем им контрольный пакет анализов общих, они сдают, и мы к себе ложим уже по порталу. Если мы находим какую-то проблему, ну, в обследовании, там, например, проблемы с желудком, проблемы с сосудами головы и шеи, много проблем бывает, мы сначала отправляем их долечиваться. Как они долечатся, мы их повторно смотрим и уже предлагаем госпитализацию. Эта операция, конечно, проводится бесплатно, вот, в рамках УСМС, ну, и портала госпитализации. Ну что же, вот еще один вопрос в этом включении, и перейдем на музыкальную паузу. Инфаркт, если сейчас получится, кратко ответьте, если нет, то перенесем на второе включение. Насколько это опасно? Ой, это очень опасное осложнение. Понимаете, да, что это умирает сердечная мышца, если умирает больше 30%, то это неминуемая смерть. То есть, если закрывается артерия, и сердечная мышца умирает на 30%, например, из 100%, то это кардиогенный шок состояние называется, это неминуемая смерть. И инфаркт ведет к инвалидизации. То есть, если, бывает пациент, у меня там три инфаркта, да, вот, как бы, хвастаются, что-то этим, да, это очень плохо, потому что это умирает сердечная мышца, снижается сократительная функция, развивается сердечная недостаточность, поэтому потом эти пациенты сидят такие тяжелые, отечные, с одышкой, ничего сделать нельзя, только вот единственная пересадка сердца, которую, кстати, у нас в Казахстане тоже проводят. Да, вот я только что про это подумала, и вы прямо ответили. У нас есть 11 человек, которые ходят с искусственным левым желудочком, то есть у них сердце очень плохо сокращается, оно качает кровь плохо, и им устанавливают такой, как бы, механический насос, торчат трубки, насос сам стоит в левом желудочке, и он докачивает. А трубки там в левом желудочке? Да, наружу, там есть кабеля, которые наружу, у них находится такая батарея, и получается, благодаря этой батарее, этому насосу, они живут, и они ждут донорожское сердце. А, да, да, и вот у нас, например, в Астане, на НКЦ, научно-кардиохирургический центр занимается, в Таразе уже прооперировали пациента, там, они в Таразе, в Чемкенте прооперировали, да, в Астане прооперировали, по-моему, в Алмате тоже был случай, и было одно наше донорское сердце, Костанайское, которое прооперировали в Чемкенте, молодой пациент, ну, он часто умирает от инсульта, либо травма какая-то, и если родственники дают разрешение, да, то это сердце отправляют туда, и мужчине где-то 64 года, по-моему, в Чемкенте был, вот он живет с нашим Костанайским сердцем. Очень, я хочу сказать, что вы вот спросили насчет того, что риски, сейчас медицина, особенно кардиохирургия, кардиология шагнула вперед, и поэтому сейчас проводятся такие уникальные операции, которые раньше мы не могли проводить, и люди умирали. Все равно смертность от болезни системы кровообращения по всему миру состоит на первом месте. Что бы мы ни делали, она все равно на первом месте, но выживаемость лучше. Доброе утро, друзья, продолжается. У нас еще больше команда врачей сегодня с нами встречает этот час. Врач-кардиохирург Суханов Абунасыр Житписович, врач в высшей категории, а также кардиохирург из Кустанайского кардиоцентра Шамши Фархад Ашимович и главный внештатный кардиолог Силова Асия Булатовна. Продолжим говорить на тему операции, и уже слышали наши телезрители, и не только, наверное, что буквально недавно прошла успешная операция, которая раньше была очень сложной, и сейчас есть другие виды, как вы ее производите. Расскажите об этом подробнее, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте всем, зрители. Мы недавно сделали операцию протезирования аортального клапана через мини-доступ. Что это такое? То есть в сердце есть четыре клапана. Один из них аортальный клапан. Классическая операция делается через тернатомию, то есть продольный распил грудиный. Это большая, обширная процедура объемная. Мы сделали межреберным доступом, 5-сантиметровым доступом. Это надрез, да? Да, надрез межреберный. Это более такой щадящий доступ к сердцу. Такую операцию сделали. Ранее такая операция у нас в Кустанайской области не проводилась. Успешно был оправдан пациент, успешно выписан. Такую операцию сделали. В медицине хирургия всегда старается к минимуму разрезу, минимально щадящему разрезу, чтобы пациенту было благоприятно, чтобы после операции пациент быстро реабилитировался, быстро восстанавливался. А вот скажите, такие операции, какие-то противопоказания есть? Угу. Основных для операции на сердце есть две противопоказания. Ну, в общем, основных две. Это инсульт, глубокий инсульт, и это онкология, запущенная онкология. В основном, конечно, таких абсолютных противопоказаний нет, все относительные. Но каждое заболевание, сопутствующие заболевания имеют свои риски для операции. А вот восстановительный процесс, вот человеку сделали операцию, через сколько он приходит в сознание и как долго восстанавливается, какие рекомендации вы даете? Ну, стандартно после операции на сердце через 7-10 дней пациент уже себя чувствует гораздо лучше. А если в сравнении вот предыдущей операции, которую вы распил делали, и вот уже с минимальным разрезом, вот разница в восстановительных процессах, насколько лучше и быстрее это проходит в сравнении? Да, этот вопрос тоже меня интересовал. После операции мини-доступом на завтра уже пациент ходил. А если мы делаем через тернатомию, то есть разрезом грудины, пациенту 3-4 суток он встает, ему сложно встать, ему с помощью персонала он встает. Ну, я правильно понимаю, что на сегодняшний день, если эта операция уже была проведена, то это значит каждому пациенту уже именно таким способом будет делать операцию? Да, будем потихоньку эту операцию расширять, будем делать больше, больше, поставим на конвейер. Хорошо, вопрос такой, нужно ли далее как-то правильно питаться, какие-то рекомендации, что нужно употреблять из пищи, чтобы сердце долго работало? У нас есть две диеты, это срединоземноморская диета для пациентов с ишемической болезнью сердца, то есть это исключить все транжиры, это рыба, овощи, фрукты, злаковые. Есть ДАЖ-диета, ДАЖ-диета это для гипертоников, то есть у тех пациентов, у которых давление больше, чем 140, рекомендуется принимать вот эту вот ДАЖ-диету. Она идет с уменьшением натрия, то есть с уменьшением соли и с увеличением количества магния, элементы, которые очень полезны для сердца. Эти диеты не очень подробно описаны в интернете, какая порция должна быть, но в принципе, если вот так вот сказать, то есть убираем всю мусорную пищу и больше это растительное, если белок, то это рыба. Говядина не чаще двух раз в месяц. А если у человека давление, допустим, нерегулярно так, что там скачет, высоко, вернее, постоянно, вообще таблетки, как вот пользоваться здесь в этом моменте? Если у пациента установлена артериальная гипертония, а у нас артериальная гипертония это все, что выше 140, то есть пациенты говорят, например, возрастные, ой, 160, это для меня пойдет, это старческое давление, нет, такого нет, старческое давление, не старческое, все, что выше 140, это давление. Артериальная гипертония это вообще бич, который приводит к возникновению инсультов, той же сердечной недостаточности, ишемической болезни, потому что артериальная гипертония делает так, что поражается сосуд, а сосуд это наши дороги. Если сосуды, внутри них растут атеросклеротические бляшки, то ожидается инсультов, инфарктов, поэтому если даже хоть однократно имеется повышение артериального давления выше, чем с торокой гипертонии установлено, таблетки пить надо пожизненно. Но в адекватной дозировке, то есть не так она, что пьет 2,5 мг, например, эндопамида, а при этом давление у нее постоянно 150-160, нет, адекватная дозировка, адекватная чистота и адекватный контроль, то есть в течение суток давление не должно подниматься выше 140. То есть пьют не тогда, когда повышается, а уже регулярно? Регулярно на постоянной основе с контролем артериального давления, то есть дневник надо вести. Понятно, ну вот еще немаловажный такой вопрос сахарный диабет, да, как с такими диагнозами вы подходите к пациентам? Да, конечно, сахарный диабет, любая сопутствующая болезнь оттяжеляет ход операции, конечно, безусловно, сахарный диабет, да, конечно, рана заживает плохо, кость заживает плохо. Но сахарный диабет не является противопоказанием для операции. Сейчас современная терапия, современные лекарства, современные инсулины, они позволяют нам бороться достаточно успешно, позволяют бороться с сахарным диабетом после операционного периода, держать хороший уровень сахара, чтобы не допускать критического уровня. Это не противопоказание для операции. А вот если с таким вопросом к вам приходит пациент, у меня хрупкие сосуды, выдержу ли я операцию? Хрупкие сосуды? Да. Ну, нам надо сначала посмотреть какие-то сосуды на коронавирусии, на обседании, потом уже им скажем. Конечно, диаметр сосуда зависит от дальнейшей татики, но мы, конечно, подходим ко всем одинаково. Мы адекватно оцениваем ситуацию. Если сосуд подлежит операции, мы обязательно, конечно, предложим. Бывает, да, сосуды очень маленького диаметра, слишком поражены атеросклеротическим процессом, диабетом и так далее. Тогда, конечно, уже здесь решаются такие вопросы уже к консилиумам. Не мы одни только решаем, ну, кардиохирурги. Там собирается кардиолог, кардиоанестезиолог, ну и другие специалисты. Это уже как-то решается к артимам. Ну что же, у нас осталось не так много времени до завершения эфира, поэтому сейчас у вас есть возможность либо какие-то рекомендации дать, передать приветы тем, кто вас смотрит, ваши пациенты, родные, может быть, близкие ваши. И наших телезрителей как-то замотивировать, дать эту уверенность. Я хочу пожелать пациентам, чтобы они в свое время обследовались, чтобы сердце одно, в общем, за собой следили, чтобы соблюдали диету, просили курить. Очень много людей, молодых людей, которые очень много курят. Вот у нас очень часто бывают, встречаются проблемы с сердцем, проблемы с сосудами сердца у молодых людей. Поэтому хочу пожелать, чтобы у них все было хорошо. Так, да. Ну, в первую очередь, это, конечно, первичная профилактика. То есть, чтобы не попасть к кардиохирургу и кардиологу, нужно уже с молодости следить за собой, заниматься спортом, убрать все факторы риска. То есть, это курение, да, малоподвижный образ жизни, правильное питание. Потому что, особенно если у пациентов плохая наследственность, то есть, мама, папа, родственники умерли от инфаркта в молодом возрасте или гипертоники, эти пациенты должны уже тщательнее смотреть за собой. Что я хочу сказать, я хочу сказать пациентам, чтобы они не боялись, этого не надо бояться, нужно уверенно идти к этой операции. Потому что мы являемся тем, мне кажется, мостом, который могут дать новую жизнь, продлить им жизнь. Потому что, продлив жизнь, люди могут радоваться жизни, увидеть, как растут их внуки, дети. Поэтому не бойтесь. Ну и теперь, если отключиться немножко от работы, передать приветы, пожалуйста. Спасибо. В общем, хочу пользоваться моментом, хочу передать своей маме. Она у меня одна, я люблю. Она в Алматы. Я своим близким, друзьям, коллегам, пациентам. Будьте здоровы. Хорошо. Ну я тоже передаю большой привет своей маме, своей семье, сыну, всем своим родственникам. И такой в заключении вопрос, не знаю, дадите ли на него ответ или нет. Как вот происходит, если с вашими близкими что-то происходит, дай бог, чтобы все были здоровыми. Но берете ли вы смелость, это же внутреннее какое-то большее переживание. Как в таких моментах поступаете? Или не сталкивались? Есть правило, может, какое-то. Есть правило, конечно, есть правило. Если это коснется жизни и смерти, да, конечно, если кроме меня тут не будет никого, я должен что-то сделать. Но если это ситуация терпимая, плановая, никогда нельзя делать своим близким какие-то серьезные операции. То есть должен быть другой врач? Должен быть. Это кодекс хирургии. Нужно найти хорошего хирурга, чтобы он сделал вашему близкому человеку операцию. Если это плановая ситуация какая-то терпимая. Ну да, в экстренных, понятно, срочи. В экстренных ситуациях это другая ситуация. Как покажет жизнь. Как покажет. Более беспристрастен тогда. Я хочу добавить, когда болеют родные, у тебя всегда появляется очень много вопросов и сомнений. Когда болеют обычные пациенты, ты уверенно, без сомнений их лечишь. А когда родные, у тебя сразу очень много сомнений и много вопросов. Я думаю, что это нормально, поэтому... Вот даже насчет детей, да, сказать, мне многие задают, ну ты же врач, наверное, сама своих детей лечишь. Я говорю, нет, я не педиатр. То есть моих детей смотрит педиатр. Мы идем на прием, как полагается, да, несмотря на то, что я врач. Поэтому своих родственников лечат. Другие врачи, не мы. Ну я желаю, чтобы ваши родственники все были максимально здоровы, хотя мы прекрасно понимаем, что все они вечные и где-то когда-то приходится обращаться. Но в любом случае, берегите себя, дай бог вам процветания, чтобы ваши руки творили, созидали и продолжали, продлевали жизнь людям. Я вам этого желаю. Спасибо большое. В вашей программе можно, да, сказать, тоже процветание. Мы следим за вами. Интересные к вам приходят посетители, ну, в принципе, да, чтобы вы развивались и приносили пользу обществу. То есть побольше таких программ про профилактику. А мы вас ждем в гости с вашими пациентами, которые уже будут после операции, когда вот такие сложные операции прошли. И уже когда он будет здесь сидеть и скажет, как ему было тогда и как ему сейчас. Интересно, да. У нас есть такие пациенты. Да, так что приходите. Планов очень много, идей очень много, да. Хорошо. Ну что же, к сожалению, время у нас очень быстро всегда протекает. Поэтому гостям мы говорим до свидания. С телезрителем не прощаемся. Идем делать зарядку для того, чтобы наше сердце работало как часики. Первое.